МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это кадры с крупнейшей в мире выставки текстильных машин. Среди постоянных участников и производителей из Чебоксара. Каждый год предприятие подписывает многомиллионные контракты на поставку продукции за рубеж. В Барселоне презентовали и современный станок для выработки ткани из полиамидных нитей. На сегодня из всего ряда этих предприятий осталось только два предприятия, которые работают в текстильном мушостроении. Мы делаем станки. И в Калининграде еще есть завод, который выпускает браковочные машины. Здесь производят более 20 моделей машин для хлопчатобумажной, вискозной, капроновой, джинсовой и даже полиэфирной пряжи. Для того, чтобы создать полотно, каждую нить прокладывает специальный челнок со средней скоростью от 15 метров в секунду. Как работает этот механизм, можно увидеть только в замедленной видеосъемке. Спрос на текстильные станки был и остается высоким. Производители наладили поставки во многие страны Европы среди заказчиков и кубинские фабрики. К нам вышло Министерство легкой промышленности Кубы провести аудит предприятий и дать свои рекомендации по нашему взаимодействию, сотрудничеству с Кубой. Мы проехали по всем предприятиям, посмотрели состояние этих фабрик и предложили такой путь сотрудничества, когда в первую очередь мы восстановим те станки, которые там уже есть. Это порядка, там около 2000 станков было. Из них где-то 700 можно было провести модернизацию. Вот теперь мы подошли ко второму этапу. Он, естественно, и по финансам более объемным. Это поставка станков. Нами согласованы все технические параметры, спецификации по каждой фабрике. И это порядка 450 станков, которые будут поставляться. Перспективным рынком для машиностроителей Чувашии становится агропромышленный комплекс. На заводе начали производить комбайны для уборки капусты и хмеля. Очень хорошими темпами у нас развивается инструментальное-экспериментальное производство. Это именно инструментальное производство, которое изготавливает всевозможные виды основ. Это штампы, без формы, инструмент. Если раньше у нас было монопредприятие, которое только занималось, основная продукция была выпуск станков. И все остальные производства, это литейные, инструментальные, они все были заточены под внутреннее производство. Сейчас же эти направления мы выделили как в отдельное направление бизнеса. То есть и у нас есть завод точного стального литья, который выполняет литье для внутренних нужд. А порядка 8-90% это все сторонние заказы. Холдингом была запатентована и еще одна машина для подготовки лыжных трасс. Такая техника пользуется большим спросом. Машиностроители продолжают осваивать передовые технологии. Инвестиционный проект завода поддержали в Республиканском фонде развития промышленности. Защитили свой бизнес-план по фонду развития промышленности и получили 5-летний кредит, по которому идет сейчас переоснащение завода. Закупается оборудование. Порядка 20 единиц металлорежущего оборудования, которое на сегодня часть уже установлена, запускается. Часть еще должно быть поставлена. Закупили сейчас оборудование, которое у нас вообще не было. В частности, закупили токарный обрабач-центр с приводными инструментами. Увеличивается возможность по выпуску уникального технологического оснастки. До этого у нас был конкретно один станок 5-осевой обрабач-центр, на котором была очередь большая. Для поддержки предприятий в республике будет запущена и программа специальных инвестиционных контрактов. Точками роста бизнеса должны стать и индустриальные парки в городах региона. Для нас появляется налогооблагаемая база. Соответственно, вырадоваться должны и гордиться. За последние три года, если посмотреть, какие финансы выделены, 1,4 млрд рублей для развития индустриального парка, для новых резидентов, для предпринимателей, которые хотят реализовать свои идеи в реальные проекты. А реальные проекты, они не старое оборудование, не старое производство. Это инновационное производство и товары, которые востребованы на рынке. Благодаря принимаемым в республике мерам должен улучшиться инвестиционный климат и созданы новые рабочие места.